МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «В центре событий» в студии Дмитрия Подлесной. Смотрите выпуски. Командир разбившегося в Египте самолета компании «Кагалымавиа» долгое время жил и работал в Сургуте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Окружная казна возместит затраты муниципалитетов, возникшие из-за паводка. И пострадавшим на производстве сургутянам вручили специализированные автомобили. В субботу утром потерпел катастрофу самолет авиакомпании «Кагалымавиа». Лайнер совершал рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 224 человека, 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Воздушное судно разбилось на Синайском полуострове. Все, находившиеся в самолете, погибли. Известно, что перед падением лайнер набрал высоту в 10 200 метров. Скорость составляла 750 км в час. Спустя две минуты скорость резко снизилась более чем в четыре раза, до 172 км в час. А высота упала до 8 500 метров. Затем борт пропал с экранов радаров. В числе прочего, вероятной причиной крушения называют техническую неисправность. Тяжело сказать, сейчас без расшифровки средств объективного контроля, так называемых черных ящиков, догадок будет множество сейчас. Но вот судя по тому, как разбросаны обломки самолета на каком удалении, все-таки догадка только одна, что самолет снижался с очень большой вертикальной скоростью. Мне кажется, что-то с устойчивостью и управляемостью самолета, что-то, мне кажется, было потеряно, что-то с управлением. И экипаж обязательно должен сообщить на землю. Капитан воздушного судна Валерий Немов долгое время жил в Сургуте, когда авиакомпания «Кагалымавиа» базировалась в нашем городе. Здесь живет его сын, который уже вылетел в Санкт-Петербург. Валерий Немов до полетов на самолете типа «Аэробус» управлял Ту-154. Общий налет 48-летнего командира, упавшего в Египте самолета, составил 3682 часа. Из них в качестве командира воздушного судна Валерий Немов пролетал 1100 часов. В авиакомпании «Кагалымавиа» он работал с 2001 года. Командира Валерия Немова помню человеком приятным, скромным и улыбчивым. Очень жаль ребят, ведь я знаю не понаслышке, как ждут домой после каждого рейса родные. Жаль пассажиров, ведь никогда не думаешь о том, что ты никогда не вернешься из этого полета. Отлетав несколько лет, я напрочь потеряла страх и волнение перед полетом. А после случаев родной авиакомпании, где летали мои коллеги, начала задумываться о том, что никто от этого не застрахован. Авиакомпания хорошая, надежная. Во-первых, очень мало было каких-либо аварийных ситуаций. Я ни разу не попадала в какие-либо ситуации, даже самые мелкие. Из рейса в рейс есть какие-то неполадки. Всегда они присутствуют, их устраняют. Это всегда есть. «Кулавиа» наоборот все спокойно было. Я вам скажу, там очень хорошая аварийно-спасательная подготовка. Пилоты и бортпроводники постоянно проходят тренинги. Все время сдачи экзаменов. В этом плане они молодцы. Честно сказать, меня вообще шокировала вот эта ситуация. Я сама была в шоке. Нет слов, честно вам скажу. Люди, работавшие с командиром воздушного судна, практически полностью исключают вероятность ошибки экипажа. Этого же придерживается и руководство «Когалымавиа». Летный состав вывел самолет на крейсерскую высоту более 10 километров. Это означает, что лайнер был полностью управляемым и контролируемым. Капитан имел несколько тысяч часов полетов на этом типе лайнеров и обладал достаточно большим опытом для совершения правильных действий, в том числе и в кризисных ситуациях. Парень упорный был. Ну, можете себе представить, из штурманов переучиться в пилоты и стать еще командиром – это чего-то стоит. Вообще, просто так в авиацию не приходят. Это люди, полностью преданные небу, как говорится, Пятому океану. И только хорошие слова о нем могу сказать. Жаль соболезную семье и близким, и тем товарищам, которые здесь с ним летали. И сам, можно сказать, плачу. В авиакомпании заявили, что не придерживаются никаких версий, но полностью исключают возможную неисправность технического судна и ошибку пилотов. Самолет вылетел точно по расписанию. Это говорит о том, что экипаж не предпринимал никаких дополнительных действий. Другие летные составы не жаловались на какие-либо неисправности, заявили в руководстве Коголымавиа. Между тем, как нам сообщил экспоможник технического директора авиаперевозчика Анастасия Калугина, самолеты при малейшей неисправности сразу же направляли на ремонт. Регламентные работы всегда проводились вовремя. Самолет не выпускали даже с малейшим дефектом. Что касаемо салона, лампочка не горела, индивидуальное освещение, либо был подлокотник кресла сломан. Всегда это все очень контролировалось, и техсостав по прилету, по вылету всегда был на борту воздушного судна. Также самолеты проходили вовремя обслуживание техническое. По необходимости они направлялись в компанию, которые были взяты в лизинг, также на техническое обслуживание. Поэтому проблем с самолетами быть не могло никак. Не остались в стороне трагедии сургутяне. Они несут цветы в память о жертвах крупнейшей в истории российской гражданской авиации катастрофы. Мягкие игрушки и гвоздики оставляют у памятника авиаторам вертолета, что около въезда в аэропорт. Почтить память можно и в здании аэровокзала. Там со вчерашнего дня находится стол и своеобразная книга памяти, где горожане и гости города могут оставить слова скорби и соболезнования. Сургут получит около 6 миллионов рублей от окружного правительства. Это деньги из резервного фонда. И предназначены для возмещения затрат, понесенных муниципалитетом в связи с летним паводком. Из-за стихии в нашем городе уровень АБИ приблизился к критической отметке в 9 метров. Часть поселков тогда попали в зону подтопления. Чтобы сдержать воду, спасатели строили земляные укрепления. Часть сургутских семей переселили в пункты временного проживания. Были проведены работы по ремонту ливневых канализаций. Это средство резервного фонда правительства для возмещения расходов города на проведение аварийно-восстанетных работ в связи с паводком этого года. В городе и его окрестностях были своевременно проведены необходимые работы, которые позволили предотвратить распространение последствий стихии и связанных с ней, в том числе, эпидемиологических проблем. Укроп поддерживает и поддерживает все муниципалитеты по итогам этой работы. В воскресенье на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Сургута заявился очередной претендент. Своё желание стать градоначальником изъявил Владимир Юрьевич Дворников. Мужчина 57-го года рождения сейчас находится на пенсии. Кандидат имеет опыт работы в муниципальной администрации. Ранее он был заместителем директора Сургутского департамента архитектуры и градостроительства. Главный судебный пристав Югры Олег Адольф дал пресс-конференцию в честь 150-летия со дня образования Института судебных приставов в нашей стране. В этом году в окружное управление поступило более 700 тысяч исполнительных производств на общую сумму в более чем 31 миллиард рублей. Сумма, которую удалось взыскать на данный момент, немного превышает треть от общего и составляет 12 миллиардов. Больше всего должников проживает в Нижневартовске, на втором месте в этом рейтинге Сургут. По мнению эксперта, существует целый ряд проблемных отраслей, взыскание по которым занимает больше всего времени. Олег Адольф рассказал и о проблеме задолженности по кредитам. На исполнении находится более полусотни тысяч подобных производств. Основная же сумма взыскания приходится на статью налоги. Возвращена недоимка по 30 тысячам производств на сумму в более чем полтора миллиарда рублей. Основная проблема судебных приставов – это розыск нарушителей. Для их выявления специалисты активно сотрудничают с ГИБДД. Этот метод оказывается одним из самых плодотворных. Еще одной проблемой, по словам Олега Адольфа, является то, что многие граждане неплатежеспособны. Зачастую приставам просто нечего арестовывать. Часто жители прописаны в одном месте, а проживают в другом и не имеют постоянного места работы. Отработано направление, где мы регулярно, еженедельно проводим совещания в виде конференции, по системе скайп, с территориями разговариваем. Это у нас производство связано с элементами. На сегодняшний день из 21 тысячи у нас на исполнении находятся 9 тысяч, в пределах 9 тысяч. Все остальные производства, там свыше получается 12 тысяч, они у нас отработаны. В Сургуте выдали спецтранспорт застрахованным лицам, получившим серьезные травмы на производстве. Автомобиль, как средство реабилитации, передается владельцам бесплатно. Машины «Ладогранта» стоимостью 359 тысяч рублей в этом году получили 7 человек. Все автомобили переоборудуются в обязательном порядке, индивидуально под каждого водителя. Фонд социального страхования берет на себя часть оплаты за капремонт, бензин и техническое обслуживание. Кроме того, что мы предоставляем автомобили, у наших пострадавших на производстве есть право самостоятельно приобрести транспортное средство и предъявить нам документы для выплаты компенсации. И компенсировать мы будем затраты по стоимости тех автомобилей, которые мы предоставили. Народный контроль. Родители сургутских учащихся побывали на комбинате школьного питания с проверкой. Посетители экскурсии своими глазами увидели процесс приготовления блюд и смогли оценить разнообразие детского меню. Подробности у Юлии Бабенышевой. Воздух вышел и пять суток при температуре плюс шесть в камере хранится. Ну, сами понимаете, хранится только ночь, но сразу же в школу утром отвезли. Они там приготовились, в бюджетном хоре. Как правило, у родителей всегда много вопросов к организации школьного питания. Поэтому желающих посетить такую экскурсию было много. Среди них Марина Жданова, представитель родительского комитета школы номер 30. Ее сын Кирилл учится в третьем классе и всегда делится с мамой своими впечатлениями от обедов в образовательном учреждении. Сам ребенок хорошо отзывается, то есть меню разнообразно. Он не говорит всегда, то есть гречку я ел, там макароны были сегодня, мама сегодня пельмени давали, там морсы, разнообразные очень морсы. Ну, как бы, в принципе, я довольна питанием. Но довольны далеко не все родители. Чаще всего возникают вопросы к ассортименту. Также дети жалуются, что блюда бывают холодными. Они довольны родителям разнообразием меню. Говорят, что постоянно пельмени. То есть, как бы, ну, я считаю, если бы они пришли сюда на экскурсию, звала я всех. То есть, как бы, я написала им, что пойдемте посмотрим, как здесь, что здесь. Я думала, что, ну, как бы, по рассказам я знаю, что здесь неплохо. И даже очень неплохо, как говорят. Ну, мои сомнения развеялись. Ну, как бы, и родители сомнения тоже развеются. Подобные встречи с родителями обучающихся комбинат школьного питания проводят ежегодно, чтобы показать, как организован процесс приготовления блюд. Посетители КШП убедились, что фабрика кухни является уникальным предприятием. Персонал его тщательно следит за тем, чтобы питание школьников было безопасным, рациональным, сбалансированным. Отвечало всем требованиям и нормам. И, конечно, важно и для родителей, и для детей, чтобы питание было не только полезным, но и было вкусным. Для этого организуется еще и дегустация. Родители могут попробовать блюда, задать вопросы, высказать свои рекомендации и пожелания. Работники КШП активно сотрудничают с администрацией и медицинскими работниками образовательных учреждений. Проводят анкетирование среди обучающихся. Но угодить вкусом каждого ребенка не получается. Взгляды родителей на школьное питание разные. Поэтому к данной сфере услуг вопросы будут всегда. Главное – это наладить диалог между производителем и потребителями. Юлия Бабенышева, Сергей Колотов, Сургут, Интерновости. Зомби, вампиры и другая нечисть на один вечер заполонили многие города мира. И Сургут не стал исключением. Поклонники Хэллоуина отметили эту дату. При этом специалисты считают, что молодежь поддерживает это веяние западной культуры неосознанно. В вопросах потусторонних сил разбиралась Екатерина Любешева. Воспитанники молодежного клуба «Горизонт» собрались на бал в импровизированном замке Дракулы. Маленькие монстрики проходили испытания и зарабатывали баллы для посещения страшных комнат, в которых их ждали мумия со своими предсказаниями, волшебники жуткого грима. А гадалка могла ответить на любой вопрос и дать мудрый совет. В следующей четверти потрудись на тематику. Учили лучше, учили. Потомственная гадалка в обычной жизни Светланы Устинова к празднику готовилась долго. Девушка объясняет, что Хэллоуин для нее – это возможность дать воспитанникам клуба почувствовать радость карнавала. И наши воспитанники, они приходят к нам, и им так нравится наряжаться, краситься. Они подходят и просят нарисовать им что-то страшное. Вот. А ко мне они приходят и спрашивают, предсказать им судьбу. Но нет, я им не предсказываю судьбу. Я только отвечаю на их вопросы. Они задают вопросы о школе, о своей любви. Организаторы праздника отмечают, что дети таким образом могут выразить свои творческие способности. Но помимо веселья не стоит забывать и о развитии кругозора ребенка. Мы, в принципе, к этому празднику готовимся задолго. Ну, как вы видели, оформление, костюмы, репетиция, мероприятие самого тоже происходит заранее. И, естественно, мы общаемся, разговариваем с ними, пытаемся им привить культуру, традиции других народов, для того, чтобы они знали, прежде всего, историю. И благодаря тому, что мы узнаем различные культуры, прививаем им, может быть, именно толерантность. Юные участники праздника о его истоках и традициях знают мало. Было очень весело и страшно. Все друг друга пугают, наряжаются страшные костюмы. Получается так весело. Тут очень было весело, классно. Мне очень понравилось, когда мы пили кровь. Очень классно. Все красиво украшено, всех пугают. И классный грим-то сделали. Прежде всего, интерес к Хэллоуину распространен среди молодежи. Эксперты отмечают, что людям интересно прикоснуться к мистическому. Следуя модным трендам, в нашей стране никто не наделяет свои действия священным, сакральным смыслом, как это было изначально, в языческом прошлом Европы. В настоящее время этот праздник, конечно, набирает обороты в России, что, на мой взгляд, не совсем правильно, по причине того, что у нас в России есть и свои праздники, по большому счету. И, безусловно, праздник Хэллоуин, как праздник нечисти, нечистых, потусторонних сил, и когда люди, соответственно, наряжаются в эти образы, это не из хорошо. В странах Латинской Америки Хэллоуин был праздником почитания умерших. Со временем в разных культурах он трансформировался, и сейчас уже, по большому счету, в Европе, в том числе и в России, не имеет такого сакрального смысла и больше похож на дурачество. Популярность этого праздника, на мой взгляд, будет в течение ближайших пару десятилетий сходить на нет, поскольку сейчас патриотическое воспитание молодежи, обращение к исконно русским традициям на первый взгляд выходит, поэтому, соответственно, праздник будет сходить на нет. Екатерина Любешева, Юлия Бабенышева, Сергей Колотов, Сургут, Интерновости. 31 октября в Сургутской филармонии состоялся благотворительный концерт Духового оркестра Югры под руководством дирижера Сергея Свиридова. Мероприятие организовали для сбора средств на строительство в Сургуте женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Умиления. В первом и втором отделениях прозвучали произведения русских композиторов. Арии и дуэты из опер Римского Корсакова «Бородина» исполнили ведущие вокалисты нашего округа. На этом у меня все. Благодарю за внимание. До встречи. Дубленки из меха барашка, ягненка и тосканы согреют вас в суровую зиму и дополнят ваш неповторимый образ. Приходи в Челси. Запоминайте. Югровоз. Телефон 61-40-30. Югровоз. Считайте, полдела сделали. Остальное за нами. Специалисты компании Югровоз окажут профессиональную помощь в организации грузоперевозок, в том числе и ваших домашних вещей, со скидкой 50%. Звоните 61-40-30. Избавим вас от обузы. Перевезем любые грузы. Мультибрендовый магазин мужской одежды «Стиль». Новая коллекция «Осень-зима» 2015-2016. Размеры от 38 до 78. Сургут Сити Молл. Торговый центр «Новый мир». Торговый комплекс «Пассаж». В обувных супермаркетах «Лизе» скидки 20, 30 и 50% на зимнюю коллекцию. Кредитный потребительский кооператив «Тюменский фонд сбережений» предлагает выгодные сберегательные программы. Программа «Вторая пенсия». Ставка до 24% годовых. Приглашаем вас стать пайщиком кооператива. В магазине «Адам» на втором этаже открылся отдел женской одежды. В ассортименте платья, юбки, брюки, туники. Размеры от 42 по 60. Цены доступные. Магазин «Адам». Улица 50 лет ВЛКСМ 3, дробь 2. Телефон 37-63-77. И о погоде на 3 ноября. Здравствуйте в студии Елена Ливанова. Кожаные изделия от слономеха и кожи с олени коллизиони. Генеральный спонсор «Продноза погоды» компания «Сипромстрой Югория». Компания «Сипромстрой» предлагает готовые квартиры в 38-м микрорайоне возле ТРЦ «Аура». Различные площади и планировки со свидетельством о регистрации. Квартиры от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пожалуй, самая низкая цена в городе. Дома очень теплые. Экономия в оплате жилищно-коммунальных услуг до 35%. О «Сипромстрой Югория». Отделы продаж 600-190-6192. Квартиры в готовых домах от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Без первоначального взноса. «Сипромстрой Югория». Предложение не является публичной офертой. Справки в отделах продаж в городе Сургуте. 600-190-6192. В ночь на вторник среднее приобретение будет под влиянием относительно морозного антициклона с юга, препятствующего образованию снеговой облачности. А днем начнет сказываться североатлантический циклон, из-за чего небо затянут плотные облака, пройдут облажные снегопады и ощутимо потеплеет. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 8-13. Утром облачно, возможно, небольшой снег. На столбиках термометров около 9 градусов мороза. Днем также облачно, местами снег. Направление ветра юго-восточное 5-10 метров в секунду. Температура 3,8 градусов ниже нуля. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, плессированные, рулонные. Компания «Жалюзи» более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Компания «Жалюзи» представляет новую коллекцию тканей для модели «Жалюзи из Евро». С довидками можно ознакомиться в офисе по улице Гагарина, 8. В течение дня солнечное в теносимере, геомагнитное поле неустойчивое. Возможно, слабые магнитные бури. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Завтрак, обед, ужин каждому малышу нужен. Только в «Карапузе». Цены ниже, аппетит выше. Супер-скидки на детское питание. Не стесняйтесь, запасайтесь. Карапуз. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. В салонах обуви «Сламандр» новая коллекция. Осень-зима 2015-2016. Мода «Солене коллизионе» для женщин. Мода «Солене коллизионе» для мужчин. Модная в этом сезоне зимняя коллекция. В салоне кожи и меха «Солене коллизионе». Сургут Сетимол, второй этаж. Телефон 556-121. «Солене коллизионе» согреет вас в любую погоду. Я желаю вам всего хорошего. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова